Всем привет! Сегодня практически весь выпуск будет посвящен открытым квалификациям на Day International, ну а также поговорим немного о CSGO. Из-за роста Лока после китайского мейджора многие команды, которые по той или иной причине остались недовольны результатами, попали в открытые квалификации. Среди таких команд очень много топовых коллективов. Все это сделало открытые отборочные к International в этом году не менее интересными, чем закрытые. Традиционно первые квалификации проводились в Азии. Больших имен здесь было немного, но крепкие команды присутствовали. В финале между собой встретились WhiteFries Gaming и Mineski X, где первые обыграли последних со счетом 2-0. Впрочем, по результатам первого дня второго этапа квалификаций Mineski уже вошли в топ-16. Там же из интересных коллективов оказалась и новая команда Jimmy Demonho TNC Gaming. Китай показал традиционно сильную и интересную доту. В финале первых открытых квалификаций между собой сражались CDC Avenger и Vici Gaming, где Vici обыграли Сидеков со счетом 2-1. Первый день вторых отборочных не принес неожиданных результатов. По итогу дня сформировалась сетка на 8 команд, которые продолжили борьбу за путевку в закрытую квалификацию. В строю по-прежнему финалист первых отборочных CDC Avenger, который желал реабилитироваться за поражение от Vici Gaming. Также борьбу продолжал полуфиналист первых квалификаций и Home Kin. В финале вторых открытых отборочных встретились CDC Avenger и Newby Young, где Сидеки вновь не смогли преодолеть финальный рубеж, проиграв Newby со счетом 2-1. В американском же регионе был один явный фаворит — команда-чемпион прошлого The International. Тем не менее, интересных команд и именитых игроков было предостаточно. Можно выделить несколько занимательных коллективов, которые по итогу прошли довольно далеко. Clucks for Life, Six Mic'em и Way to Sexy в составе, которые дошли до полуфинала и смогли выбить из турнира Not Today. Vegetables и Club с Black'em и Fogget'em остановились в четвертьфинале. А команда Fluff & Staff'a Lucini окончила выступление на стадии 1-4, попав на Evil Geniuses. В финальной игре встретились два брата. Сумаил вместе со своим чемпионским составом сразился против родного брата и его команды E.G. Bulba. Последние, хоть и хорошо выглядели на протяжении всего турнира, не смогли прыгнуть выше головы и проиграли, позволив победителям прошлогоднего The International пройти следующий этап квалификаций. На второй квалификации сегодня ночью до 1.16 дошли в принципе все сильные команды. Это и Shazam, и Not Today, и E.G. Bulba. Финал второй открытой американской квалификации состоится завтра примерно в 2 часа ночи в Москве. Европейские же отборочные оказались настоящей мизорубкой из именитых коллективов. Polarity завершили первой открытой квалификации уже на стадии 1-8 финала, так как противостоял им, наверное, один из самых неудобных соперников – Danish Beers. Команда скрина Screen Squad дошла до четвертьфиналов, где была побеждена Team Spirit, а больше всех удивили сербские игроки из Elements One, сумевшие пробиться в полуфинал. В главном же матче квалификации сошлись Danish Beers и Team Secret. Матч завершился только ранним утром, в котором Team Secret оказались сильнее 2-0, закрепив за собой право участия в закрытых региональных квалификациях. Все топовые команды продолжат бороться за второй слот в закрытый этап уже сегодня с 19 часов на 0 по Москве. Не пропустите. 20 июня заканчивались контракты у игроков SK Gaming в дисциплине CSGO, и немецкая организация приняла решение не продлевать соглашения со стрелками. Напомним, что составом по CSGO SK Gaming обзавелись в 2015 году и делали ставку они на датских игроков. Однако за все время ростер неоднократно менялся, и на последнем своем турнире DreamHack Zowie Open Summer команда играла с двумя заменами Вальда и Глейв. Несмотря на то, что датчане в последнее время показывали не самую худшую игру, SK Gaming продлевать контракты не стали. А если учитывать недавние контактовые споры между Luminosity Gaming и SK, то эта новость начинает играть с совершенно другими красками. Неужели бразильцы действительно перейдут по знамены немецкой организации? Время покажет. Ну а у меня на этом все. Пока!